Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем беседу с врачом, наркологом, психотерапевтом, психиатром. Павел, добрый вам день! Здравствуйте! Добрый день! Продолжаем разговор, всё на ту же малоприятную, но необходимую, неизбежную тему. Но вообще в медицине, в разговоре о грехах человеческих, о слабостях, о бегах и скорбях, приятного мало. Но потому мы эти разговоры ведём, чтобы от этих неприятностей избавиться. И вот в сфере алкоголизма, алкогольной зависимости, пьянства даже обычного бытового, очень многое, что это известно даже в повседневной такой жизни, аж в медицине, наверное, вы подтвердите, многое зависит от наследственности. Я приведу пример живой. В одной семье два брата от разных отцов. Один брат старший от отца, у которого были сильные алкогольные неприятности. Мальчик, ну, подросток как подросток, у него болезненный интерес к алкоголю. За столом он что-то увидит, начинает там сразу просить, что-то комбинировать, там, не знаю, интересоваться. Младший абсолютно, ну, у меня несколько лет моложе, но он совершенно безразличен к этому делу. Для него как бы не существует. А для старшего он существует. Хотя его отца уже, надо сказать, на поверхности нет, он давно куда-то исчез, мать же замуж второй раз, но вот действительно реальное правление. Это вот в этой семье я просто их знаю. Вот как вы можете этого характеризовать, этот фактор, и, соответственно, учет этого фактора в жизни несовершеннолетних и несовершеннолетних? Абсолютно верно, вы сказали, что это именно фактор. Он присутствует всегда вообще во всей медицине, всегда указывается везде при осмотре любого заболевания, болели ли родственники сердечно-сосудистыми, там, кишечными какими-то заболеваниями. То же самое и в наркологии. Пили ли, употребляли спиртное по ЦУ, по матери и так далее. Это недаром, конечно же, спрашивают, потому что есть и статистика, от которой не убежишь. Если у нас пьянству сколько тысяч лет, статистика не может нам помочь в этом случае. И показывает она нам очень явно и открыто, что взаимосвязь есть. Позитивная переляться, да? Да, да, да. То есть есть тенденция, если есть в роду пьющие люди, то с определенной долей вероятности будет пьющий исследуемый. Больше вероятности, чем если бы их не было. Да, да. Но никто не говорит, что нет частных случаев. Совершенно верно. Частные случаи. И эти частные случаи тем заметнее, чем ужаснее статистика. Абсолютно верно утверждение, что у пьющих родителей может быть абсолютно не пьющий ребенок. Понятно. Но вот видите, мы здесь говорим о наследственности как о неком физическом факторе. О соматическом, связанном с телесными какими-то функциями организма. Ну, самое элементарное дело просто в чувствительности к алкоголю. Один человек может выпить изрядное количество алкоголя, на следующий день немножко отлежаться, и потом таких проблем не будет. А другое, от этого же количества алкоголя уйдет запой, или что-то еще с ним произойдет худшее. Что-то, не знаю, что-то какие-то двери уже необратимые произойдут. Это вот сторона наследственности соматическая. А другая, вероятно, психологическая сторона зависимости. Да, это то, что иногда называют что-то... На самом деле это паттерны воспитания, где воспитывается человек. А что еще порой называют родовым проклятием? Ну, да, это у нас популярный термин. Это популярный термин, который скрывает под собой нечто другое. Почему есть понятие даже внуки алкоголиков? Потому что если алкоголики воспитывают своих детей определенным образом, и те говорят, мы никогда не будем пить как родители. Никогда. Но тем не менее воспитанные ими усвоили тот образ жизни, у них так бывает, что у них запивают их дети. То есть внуки тех алкоголиков. Понятно, да, действительно, через поколение. Как в генетике. Как в генетике. То есть поэтому есть наследственность и психологическая, совершенно верно. И имеющая биологическую основу. И педагогическую, скажем так, просто воспитание детей. Это воспитание, как может воспитывать алкоголик? Он может воспитывать, не стуча кулаком по столу и говорить, что пить нельзя, будучи пьяным. Он воспитывает тем, как он живет. Как он относится к близким. Что для него такое семья. Как он в ней взаимодействует. Скорее, никак. Никак, да. И как бы то ни было, ребенок все это впитывает. Вот этим он воспитывается. Вот этим воспитывается. Вырастая, он встречается с последствиями. Вот как вы отметили, выросший, испытав вот этот весь кошмар алкогольной жизни, он может, я бы сказал, даже должен, если он сознательный человек, обнаружить все зло алкоголизма и злоупотребление алкоголем и строить свою жизнь на началах трезвых. Но и при этом, если он разумный отец и мать там, соответствующим образом должен передать своим детям, наверное, это не происходит. Не происходит. Да, так бывает, не происходит. Для этого все-таки человеку стоит разбираться, как он воспитывался. Нужна осознанность того, что происходило, как на него это влияет. Человеку нужно разбираться в этом, да? Только не для того, чтобы разбираться ради разобраться. Ведь у него же есть дети. Да, вполне конкретная цель. Это конкретная цель. Здесь психотерапия сходится с педагогикой. Посуществует одно и то же. Одна и та же консультация с психотерапевтом становится консультацией педагогической, помощью в воспитании молодого поколения. Сама оценка, само осознание и осознание своего родительского долга, своей ответственности перед молодым поколением. Абсолютно верно. Поэтому цель одна, как у психотерапевта, нарколога, у священника. Цель одна. Чтобы человек обрел момент осознанности, что с ним было, да? И не мог передавать все эти паттерны, которые передали ему дальше. Не столько не мог, сколько осознанно не стал бы. Осознанно не стал бы. Совершенно верно. Совершенно точное наблюдение. Осознание своего греха. А иногда и греха окружающих лиц. Не надо тут, знаете, как говорится, прятать голову в песок. Про страуса говорят, что он прячет голову в песок. Но это якобы ложь чистая. Если бы они светло прятали голову в песок, нам ни одного страуса давно не осталось. Мы все поели бы. А я слышал версию, что они таким образом избавляются от паразитов, которые живут в перьях. А, может быть, да. В горячем песке. Они от львов прячутся, от гигиенического процедуры. Нож очень зрелищие. А когда лев подлежается, то они тогда, конечно, бегом-бегом. Так вот и нам надо бегом-бегом, значит... Не прячься, да? Да, ничего не прятать. Не сбегая из сознания. Но уходить прочь от зла. Вот дальше в этой связи вопрос уже, какой получается у нас? Психотерапевтическая помощь таким людям, которые имеют предрасположенность, алкогольную наследственность. Когда вот человек, скажем, терапевт, обнаруживают возможность, увеличенный риск сердечной болезни или даже порог сердца. Порог сердца – это не значит, что человек ложится и умирает сразу. Это есть некоторая предрасположенность, опасность, риск. Вот он прослушивается, там или на кардиограмме виден. И человек еще не кладут в больницу, не выписывают ему больничные, не дают ему инвалидность. Нет, он живет как все, но знает. Но знает. Так вот... Его информируют и рекомендуют. Его информируют, рекомендуют и, в общем-то, ну, бог говорит, настаивают на определенном образе жизни, образе профилактики. Потому что не знает, что нужно. Кардиолог. Просто зная, что люди заботятся о своем телесном здоровье. Вот что-то в этом роде применительно к тем, кто аналогичным образом подвержен риску злоупотребления алкоголя. Нарколог или тот же самый психотерапевт. Ну уж, знаете, психотерапевт, у нас специальности, наверное, не очень распространенные. У нас нет, участкового психотерапевта. Поставки введены, но они должным образом не выполняют свою функцию. К сожалению. Но в этом случае мы тоже говорим, как по аналогии с пороком сердца, обязательно, обязательно нужно идти тем же путем. Тем же путем абсолютно, потому что это такое же страшное заболевание и такое же смертельное заболевание. Если не хуже, потому что он имеет социальные измерения. Если человек с пороком сердца все-таки не выполнил рекомендации и умер, это все-таки немножко печально. Человек же пьющий в своем медленном умирании тянет очень много людей за собой, ввергая их вот в эту вот причину. Более страданий. Социальное зло алкоголя. Да, поэтому профилактика тут даже более, мне кажется, важна. Совершенно верно. И вот первое, о чем мы говорили, это осознанность, да? То есть это вообще аналитическая деятельность самого человека. Что был и каким я стал в этих условиях. Что я приобрел. От чего мне нужно избавиться. От чего мне нужно избавиться. И что мне не нужно, что мне лишнее в жизни, что мне принесет вред, если я буду поступать подобным образом. Вот, вот, вот. Как меня воспитывают. А для слова вред есть очень простой синоним тоже из четырех букв, именно грех. Грех. Совершенно верно. Это просто равнозначные, очень близкие понятия. То есть осознание своего греха, вреда, родителей в отношении него, как он поступает подобным образом, все приводит к тому, что человек становится критичен. Критичен в хорошем смысле к себе. Да, 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 да. Критичен. Он должен быть критичен. Он должен быть критичен. И к себе, и к родителям. Не бояться это я встречаю неоднократно. Такую робость почти, что некий паралич. Ну, я же не могу осуждать родителей. Я же должен их уважать. Отец уже давным-давно, уже кандидат, или уже даже реально находятся в местах заключения. Или вот-вот пойдет туда. Ну, как же можно, ну, как же можно. Вот так же можно смотреть правду в глаза, а не называть черное-белое-белое-черое. Критично это еще и значит отстраненно. Отстраненно. Да. Может быть, оценивая, но тоже, опять же, не перегибая палку, не внося сюда свою какую-то личную ненависть, негодование. Отстраненно. Что вот это действительно зло. Вот от него такие-то последствия. Вот в этой части родитель мой был замечательным человеком. Это на мне повлияло так же. То есть разложить, как это все было. Да. Вот такой весь багаж. Что бы вот еще хотелось сказать в плане профилактики. В плане профилактики это своего рода не только вот осознать. Это еще и отслеживание постоянное, которое должно как-то войти в привычку, что улет человека. То есть это труд на самом деле, на который человек решается. Решается в какой-то момент сказать, что признать, что да, оказывается, в детстве не все было в порядке. И вот такие последствия. И трудиться. Ну да, трудиться с помощью священника, психотерапевта. Нарабатывать новые навыки. Нарабатывать новые навыки. Просто избавившись от того, что научили в детстве, не приобретя нового. Ну человек заходит в такой какой-то тупик своего рода. Для православного образа жизни совершенно естественно ложиться в нормальный, в любой общий стандарт православной жизни. Ну, нужны ориентиры. Движения. Это всегда движения. И увидеть свои ошибки, ошибки своих предков, это нормально и неизбежно и правильно. А вот изолировать себя от них, прятаться опять-таки, вот как этот страус, это губительный ведет. Спасибо вам, дорогой парк. Я надеюсь, что эта беседа будет всем на пользу. Спасибо. 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 Спасибо.